здравствуйте дорогие радиоуслужители в эфире программа политинформания специальный выпуск радиостанции народная волна ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер ситуация в россии в украине сегодня мы беседуем с российским экономистом общественным и поле и общественным деятелем политиком кандидатом экономических наук сергеем алексаженко сергей владимирович добрый день вечер добрый вечер сергей владимирович большое спасибо за ваше время потому что для нас очень важно понимать что в россии происходит в плане экономики в плане введенных санкций как это все работает сергей владимирович как вы думаете вот вопрос который у меня просто в голове так крутится понимает ли вообще владимир путин а ситуацию сегодня ситуацию в экономике страны знает ли он о ней понимает ли он что происходит как вы думаете ну я думаю владимир путин конечно что-то знает может быть даже знает очень многое ну важно как он ее интерпретирует да и как ему ее преподносит или наоборот сначала как преподносит а потом как он это интерпретирует у меня ощущение что все что ему докладывают звучит примерно так если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет но если у нас где-то есть проблемы то мы их обязательно решим под вашим мудрым руководством самое главное дайте денег да и тут путин радостно заявляет ну конечно вам поможем конечно мы можем даже денег дадим и то есть у него складывается ощущение что все те проблемы с которыми будет сталкиваться российская экономика сталкивать сейчас сталкиваться будет потом они все решаемой и как правило решаются простой простым незатейливым методом вопрос дали денег и проблемы нет сергей владимирович вот как сегодня выглядит экономика россии за последних два месяца после того как началась война в украине расскажите знаете как а вот вы серьезнейший экономист человек знающий очень много а расскажите нам как для чайников вот как для учеников что было до 24 февраля и как сегодня выглядит так чтобы было просто более ясная картинка смотрите давайте начнем с того доска из хорошей новости она состоит в том что катастрофы нет да и в общем жизнь продолжается и значительная часть россиян вообще говоря не очень понимают что происходит но и вообще как так относится ко всему философски ну и такие проблемы бывают и такие проблемы бывают да то есть вот это точно совершенно там не 90 91 год когда магазин полки магазинов были пустые вот но мы движемся куда-то в том направлении да то есть если вот 30 лет российская экономика там после развала сср шла в сторону но очень грубо говоря в сторону американской понятно что отставая намного до будучи другого качества но тем не менее двигалась куда-то в эту сторону то сейчас российская экономика начала двигаться в противоположном направлении вот что почувствовал рядовой россиянин ну во первых он почувствовал скачок цен да и хотя росстат говорит что средние цены в марте выросли там всего лишь на семь с половиной процентов то вот все опросы и все разговоры говорят о том что цены подлетели процентов на 15-20 то есть можно дальше делать объяснить пытаться найти объяснение у росстата очень большой вес в корзине потребительской занимают услуги которые цены на к тариф на которые регулируются государством там инфляция была ноль соответственно люди которые платят но знать как это за кварплату за газ и электричество нижней в общем не смотрят да там выросла сна не выросла тем более там потребление меняется они как-то все делом не учитывают а вот то что дорожает там картошка морковка капуста лук это видят все каждый день его цены взлетели взлетели цены на импортные товары практически сразу как только там после введения санкций после 24 февраля после начала войны рубль рухнул там практически в 2 1 ну почти в два раза вот импортные товары подражали соответствующим образом а потом они начали просто так потихонечку исчезать часть товаров стал исчезать потому что западные компании говорят мы больше не хотим зарабатывать на крови мы уходим из россии но и как минимум приостанавливаем свою деятельность магазин закрыт все ушли на фронт а кто-то говорит нет все спасибо больше этого не будет никогда мы закрываем все операции с россией и вот сегодня у вас был привычный для вашей кошечки корму а завтра его уже нет сегодня ваша девушка пила кокосовое молоко доделала кофе с кокосовым молоком завтра она подорожала в два раза сегодня вы прием вчера вы приходили в автосалон и там был какой-то выбор автомобилей а сегодня вы приходите видите что цены взлетели на 50 процентов англа берите что есть потому что завтра уже ничего не будет но и будут китайские да то есть уже вот то к чему вы привыкли этих автомобилей не будет будут совершенно другие вот и вот так вот жизнь она постепенно меняется но самое наверное главное опять да нужно понимать что там у каждого как у кого щи пустые а у кого жемчуг мелкий но там нельзя летать на самолетах за границу да то есть все полеты за границу практически кроме там турции израиль и стран ближнего востока вот там не знаю там арабские эмираты грубо говоря вот три направления куда можно там только самолета можно долететь вот и вот за границу там европа полететь нельзя в онлайн его магазине в иностранном там в амазоне еще где-то купить карточкой расплатиться невозможно если у вас долларовый счет но рубль стал фактически такой неконвертируемой валютой то есть если у вас есть долларовый счет в банке то вы с него можете получить десять тысяч долларов остальное все в рублях если вы хотите купить доллары наличные или евро вы приходите в кассу банка него это вы знаете у нас их нет и типа идите на улице покупайте как советское время ну то есть вот такая вот проблема она как вот так вроде как жизнь продолжается да нельзя сказать какая-то катастрофа но вот тем при то привычная жизнь которая была до 24 февраля на так вот все становится меньше 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 сергей владимирович а в таком случае вот то что за по коллективный запад ввел а санкции в отношении россии на ваш взгляд какие секторы к экономике наиболее уязвимы к санкциям знаете сегодня в россии в государственной думе выступала представитель центрального банка эльвира набиулина вот и она сказала все мы даже не представляем кто вот это у нас отличная швейная промышленность но пуговицы то как говорил аркадий райкин полк пуговицам претензии есть нет пуговицам претензий нет почему то что они из европы все шьется в россии а пуговицы европы а логистика из европы закрыта пуговицы под санкции не попали на просто доставить их невозможно то что автомобили из европы в россии больше не ездят грузовики фуры которые возят товары и соответственно нужно пытаться как-то там не знаю через через вокруг всего земного шара через владивосток или через турцию как-то завозить а там нет соответственно маленькими контейнерами никто не будет возить до в грузовиком всего разного напихал там два ящика пуговиц и те на полгода хватает создавать свой завод по производству пуговиц ну рынок слишком маленький на нем не получится я как нас лест у нас хороший свой химикаты для обеливания бумаги мы закупали по импорту в европе теперь их не будет и и так далее да то есть вот сказать что какая-то от какой-то один ну это она там еще говорил очень правильно на самом деле выступление него было это вы понимаете что там у поставщика вашего поставщика вашего поставщика есть какая-нибудь маленькая импортная фитюлька и вот если ее не будет то вот к вам когда-то это придет что у вас тоже этого не появится ну как будем ну а конечно там должна была излучать оптимизм и поэтому говорила что ну конечно мы все произведем сами то но понятно что вот удар будет идти по всей экономике и мне кажется что сегодня вот так откровенно никто не понимает даже какие отрасли сектора провалится больше какие меньше под угрозой вся экономика продолжая тему эльвирной биулиной которую сегодня переназначили как вы вообще к этому относитесь и вот доллар и евро по отношению к рублю это вообще такой фокус экономический потому что многие не понимают насколько это серьезно видится это просто как-то совсем совсем каким-то трюком как вы смотрите на вот и на биулину и вот на денежные вот эти вот знаки сегодняшние по отношению к доллару и евро но рубль на биулина знаете как это верный соратник помощник оруженосец путина абсолютно лояльный преданный ему до мозга костей человек и поэтому к ее переназначение нужно относиться именно так путин и безгранично доверяет пути считает что на великолепный центральный банкир и что и у него к ней претензий нет но давай последнее совещание по экономическим вопросам который был два дня назад она там делала главный доклад первый доклад то есть вот понятно что это вот там вызвать она у неё она же она же была министром экономики в кризис 2008 года когда путин был премьер-министром собственно говоря это означает что путин считает что вот она там специалист по кризисам да поэтому то что ее переназначили это вот абсолютно полное чтобы стопроцентное доверие путина к ней к так этому надо относиться а то что происходит на валютном рынке достаточно все просто поскольку поскольку рубль не конвертирована валюта то в принципе это ситуация примерно как советском союзе экспортеры за обязаны продавать валютную выручку а центральный банк и правительственной комиссии решают кому можно купить валюту а кому нельзя кому можно тот ее покупает по тому курсу который есть кому нельзя вообще ничего не может покупить купить и мало того что там есть какие-то экспортные санкции нельзя ну там это страны запада ничего не продает в россию мало того что есть логистические проблемы так если вы еще и там у вас этого всего нет так вы еще и валюту купить не можете поэтому импорт там упал ну как минимум на 30 процентов марте да там цифру еще не пришли может быть даже еще больше сергей владеевич есть вот такое слово сейчас модное в россии называется импортозамещение а на ваш взгляд насколько это может работать импортозамещение и фактор китай насколько китай может или хочет заменить некоторые брендовые компании которые ушли из россии ну импортозамещение такая хорошая панама для того чтобы получать деньги из бюджета их пилить вот такая традиционная русская забава и этот термин появился в россии после 2014 года когда россия аннексировал крым и были введены первые санкции и вот тогда путин также как сегодня говоря о том что со всеми проблемами справимся все произведем сами ему накидали кучу планов он раздал там триллион рублей денег на эти цели в общем сейчас выясняется что практически ничего не изменилось последнее там буквально вчера есть такая государственная компания рост геология которая ведет геологическую разведку на территории всей страны государственная компания в том числе она ведет на товар георазведку на шельфе ищет мне нефтяные месторождения и и директор там генеральный директор говорит что вы знаете у нас все эти суда которые вели сейсморазведку они все старые их каждые два с вами года надо ремонтировать а запчастей на они все это и там план из них импортная а половина там нужно импортные комплектующие вот все мы ничего не можем делать мы не можем геолога разведку проводить его прошит а как там с импортозамещение у нас импортозамещение все хорошо еще в 2014 году был план написан вот было обозначено там 1100 позиций ну в общем как и ничего не сделали да но деньги кто-то получил и поделил вот поэтому с импортозамещение в россии все хорошо если вы вписались в эту программу и получили денег от вас результатов ну до настоящего времени никто не требовал в россии так устроено вы же сами знаете что касается китая то нужно очень хорошо понимать что у китая есть свои интересы да в том в первую очередь экономические китай рассматривает россию как источник сырья и как рынок для сбыта своих товаров поэтому если китай что-то может продавать в россию конечно будет продавать в россию вот если например на китайцы могут произвести там миллион лишних автомобилей и продать их в россию потому что в россии не будет там европейских и американских автомобилей то конечно китай это сделает с большой радостью но если китай не может производить там самолеты которые вместо боингов и airbus летают то он этого не сделает при всем желании да если но если китай может справа в китайские компании например могут проводить сервисное обслуживание те же самых боингов airbus ну а те самолеты которые россия украла они их обслуживать не будут то что они не хотят попасть под санкции да то есть вот все где китай может заработать китай будет то использовать по полной программе но приходить на помощь россии помогать россии решать свои проблемы совершенно не нужно китаю китаю нужно чтобы россии экономически ослабло да и чтобы она была более податлива когда китаю что-то понадобится а снова возвращаясь к модному слову назовем его слово дефолт или и суверенный дефолт могли бы вы рассказать часто играем мы все путаемся иногда а что это с собой несет всем известно это слово из 98 года а вот как как это работает как это работает и это известно что 4 мая могут объявить россии дефолт как это скажется на отдельном человеке на бизнесе и на в общем на экономике вы очень правильно говорите что слово дефолт в россии стало нарицательным да и вот есть дефолт такого в узком определении слова когда компания или там министерство финансов взяли в долг и не заплатили вовремя а есть дефолт образца 98 года когда там в общем полный трендец наступает и вот почему-то на одну и люди очень часто на таком бытовом уровне не разделяют одно и другое вот в этом году в 2022 году полный трендец наступил 24 февраля когда россия но совершил такой политический дефолт фактически отказавшись исполнять свои обязательства как поставим член совета безопасности он это одно из тех пяти стран которые вроде как обязались поддерживать мир во всем мире допускать развязывание новой войны мировой вот россия объявил такой полномасштабный дефолт сказал что все больше этим заниматься не хочу я наоборот теперь буду всему миру угрожать своей ядерной дубиной и держитесь от меня подальше и соответственно вот все последствия этого дефолта они уже что называется наступают приходят и вот так буду продолжать продолжать мы все будем скажем днем все больше и больше видеть и нужно хорошо понимать что вот там то что будет происходить российской экономики ближайшие месяцы все последствия того самого дефолта который был объявлен 24 февраля дефолт в узком смысле слова там то что минфин не заплатил 4 апреля там держателям евро облигации 600 миллионов долларов и 4 мая через 30 дней они смогут официально объявить чтобы было допущен дефолт но это очень такой технический шаг большому счету ничего не поменяют да потому что главные последствия дефолта вообще независимо от того кто является техничку в узком смысле слова дефолт в узком смысле слова главное его последствия что заемщик больше не может занять деньги но в течение какого-то времени пока не продемонстрирует что он там вот улучшил свое экономическое положение но российский минфин и так в ближайшее время ничего не сможет занимать потому что он под санкциями да и российские и финансовые рынки в европе в америке там всех развитых стран они для российских банков компаний центрального банка министерства финансов они закрыты поэтому не минфин ничего не почувствует 4 мая не тем более рядовые россияне вот какой такой знаете рядовое событие которое не окажет вообще никакого влияния ну кроме того что тут же появятся какие-то юристы со стороны держателей облигаций которые начнут судебные иски будут на этом за юристы зарабатывать соответственно появится юристы которые будут защищать интерес российского минфина и тоже будут зарабатывать деньги но количество юристов будет маленькая деньги для каждого из них будут большие но в принципе все остальные как-то будут стоять это забудут я думаю что уже там через неделю после этого все забудут о том что россия технически но ведь там юридически совершил дефолт а то есть для частного человека или для среднего бизнеса это никак показательно не будет не для частного человека не для мелкого бизнеса не для среднего бизнеса для крупного бизнеса не для государственного бизнеса не для российской федерации не для кого никаких последствий которые можно пощупать или понять, их не будет. Вы правильно абсолютно говорите. Сергей Владимирович, вот Европа, а сегодня Америка заявили о том, что корабли под российским флагом не могут заходить в европейские порты, в американские порты, а там есть кое-какие исключения, касающиеся гуманитарной, по-моему, помощи и медикаментов, ну, такого плана, связанного с жизнедеятельностью человека. Как это выглядит на самом деле? То есть, насколько мы понимаем, идет корабль, вдруг, допустим, у него случился, ну, к примеру, да, там, допустим, пожар, или, допустим, он должен зайти в порт, что-то выгрузить, а ему говорят, у вас российский флаг, мы вас не впускаем. Как это смотрится? Ну, я думаю, что в таких ситуациях будет рассматриваться каждый раз отдельно, и об этих ситуациях речь не идет. Речь идет о том, что те суда, которые плавают под российским флагом, там их, на самом деле, не очень много. Из всего российского экспорта, который, там, импорта, который увозится из России, привозится в Россию, я думаю, что там не больше 5% увозится под российским флагом. Да, остальное под флагами других стран. То есть, это не надо думать, что это вообще запрет на любые корабли, которые входят в российские порты или уходят из российских портов. В основном это иностранные суда. Вот на эти суда, которые возят российские грузы или возят грузы в Россию, что называется, в нормальном режиме работы, они не смогут заходить в европейские и американские порты, ну, пополнить запасы топлива, пополнить запасы воды, ну, или просто там выйти на вечеринку, погулять матросам, дать отдохнуть. Да, но сказать, что это вот будет какая-то такая катастрофа для российской экономики, опять, мне кажется, что это больше так звучит красиво, но реальный эффект будет не очень большой. В рамках, вчера в рамках большой двадцатки проходило заседание министров финансов и во время, туда был приглашен министр финансов Антон Силуанов, во время его выступления, как известно, американская сторона, британская, многие покинули заседание. Вот в финансовом мире это игнорирование как-то обозначает, какой-то сигнал оно дает всему финансовому миру, что вот перед вами выступает человек, с которым, наверное, не стоит иметь бизнес-отношения. Ну, смотрите, во-первых... Насколько серьезно это вот, вот этот Димаш, который был вчера совершен серьезными странами европейскими, да. Ну, во-первых, Антон Силуанов не прилетал в Вашингтон, вся эта встреча двадцатки проходит в Вашингтоне, он выступал по видеосвязи, да, поэтому, что называется, вот лично он этой всей прелести ощутить не смог. Я думаю, что многие помнят из вас, из наших слушателей, помните, в конце четырнадцатого года была встреча двадцатки в Австралии и в Брисбене, где никто не хотел сидеть с Путиным за обеденным столом, после чего Путин тут же сел на самолет и улетел обратно. Да, то есть, вот, в принципе, там, ну, вы не хотели здороваться, не хотели руку жать, не хотели с ним сидеть за одним столом, ну, вот, и вот во что это вылилось, да, то есть, Путин понял, что его здесь не ждут, то есть, никто не выгонял, он сам взял и улетел. Вот Силуанова примерно то же самое, это предупреждение Путина о том, что будет с ним на двадцатке, да, что он, ну, там, конечно, может быть, китайцы с ним захочет посидеть, товарищ Си, да, и скажет, Володя, ну-ка, откачай мне еще там нефти или газа побольше, вот, по дешевке, самому вам скидку дай, я у тебя все заберу, вот, но, в принципе, сказать, что это вот влияет на деловой мир, вы поймите, что сегодня никакие транзакции с российским Минфином для финансистов, работающих в Европе, в Америке, они все запрещены, да, какие могут быть деловые отношения, я думаю, что у Минфина будет проблемой в том, чтобы найти юристов, которые будут защищать его интересы, да, там, это еще, что называется, нужно будет получить отдельное разрешение, там, наверное, в Великобритании, потому что суды, скорее всего, будут по Лондоне идти, вот, поэтому, ну, я думаю, что ничего приятного для Силуанова в этом не было, но единственное, может быть, для него, там, как сказать, отдушина или радость, да, что он мог, вообще говоря, не видеть то, что происходит в зале, знаете, он же выступал перед компьютером, он мог отключить себе экран и продолжать говорить свою речь, сказать, что опять, вот, ну, мы же не знаем, что он видел, а что он не видел. Сергей Владимирович, огромное количество, даже трудно себе представить, мировых брендов ушло из России буквально вот в течение двух месяцев и, кстати, продолжает уходить. Есть ли вариант, при котором эти же компании мировые могут при каких-то условиях вернуться обратно и начать, как бы, новое... Снова взаимодействие. Новое сотрудничество, да. Ну, я не знаю, я не могу вам предсказать. Я думаю, что кто-то из них захочет вернуться, кто-то из них не захочет вернуться. Ну, вот, судя по всему, нефтяные компании крупнейшие, там, и BP, и Exxon, и Shell, они говорят, что мы уйдем из России навсегда и уже не будем там вести никакого бизнеса. Ну, что называется, поживем-увидим, да, по крайней мере, их заявления достаточно жесткие. Большинство компаний, которые, о которых мы знаем, они заявляли о том, что они приостанавливают свой бизнес в России. Да, и если вы зайдете там в эти, в авторасе московские или там питерские молы, в российские молы, и увидите там закрытый магазин, как, Павел, там написано, что наша работа приостановлена. Там не написано, что мы совсем уехали. Вот. Надо хорошо понимать, что вот это решение, решение не зарабатывать на крови, оно же продиктовано давлением общественного мнения. Да, давлением общественного, ну, общества в Европе, в Америке. И если общество перестанет давить на эти компании, если, там, вот, не знаете, там, предположим, там, война закончилась, да, на каких-то условиях, не знаю, не будем сейчас на эту тему гадать, вот, и там на следующий день вам компания АБВГД объявляет, слушайте, а мы вернулись в Россию, мы считаем, что все нормально, мир же заключили, да, если вот общество это съест, если оно скажет, ну, что, нормально, пусть работает, пусть зарабатывает деньги, да, то, значит, там за ней потянутся другие. Если же этой компании АБВГД будет объявлен байкот, там, в Европе или в Америке, где она продает свои товары, то я думаю, что все остальные компании, там, сто раз подумают, да, прежде чем принимать такое же решение. Сергей Владимирович, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, и через пару минут вернемся. Оставайтесь с нами, очень интересно, спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания, специальный выпуск, и ее ведущий Эдуард Грумер. Геннадий Брумер. Сегодня с нами на линии российский экономист, политик, общественный деятель, кандидат экономических наук Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, вы с нами? Сергей Владимирович, может быть, у вас есть информация, сколько Россия тратит на войну ежедневно? Какие-то, может быть, у вас есть цифры? Или предположительно, как вы думаете? Нет у меня таких цифр. Нет у меня таких цифр. Нужно хорошо понимать, что затраты на войну, или они делятся на две части. Первое, это то, что текущие расходы, ну, другая, зарплат, солдат, офицеров, еда, топливо. Это то, что им нужно в жизни. А есть то, что они тратят из тех арсеналов, которые созданы за предыдущие годы работы военно-промышленного комплекса России, оплачены российским бюджетом, не знаю, два года назад, пять лет назад, или как крейсер «Москва» в 1983 году за счет советского бюджета. И вот от того, что крейсер «Москва» подбили, он потонул, и его оценочная стоимость 750 миллионов долларов, нужно понимать, что это не означает, что министр финансов России Антон Силуанов взял и выписал кому-то чек на 750 миллионов долларов. Нет, не было такого, оплачено достаточно давно. Поэтому у нас все оценки на сегодня могут быть косвенные. Я встречал оценку экспертов, которые так вот прикидочно посчитали, что стоимость, как сказать, погибшей техники, наверное, так правильно сказать, уничтоженной российской военной техники, может составлять где-то от 8 до 10 миллиардов долларов. Да, но в принципе, опять я повторю, что это означает, что в предыдущие годы Россия столько профинансировала, насколько всего в России арсенала находится ракет, бомб и снарядов, мы же не знаем. О текущих расходах, ну здесь вообще полная тайна, потому что, в принципе, российский военный бюджет, он засекречен. Есть только одна цифра, от которой мы можем отталкиваться, это то, что в первом квартале этого года, то есть это вот, соответственно, январь, февраль, март, российское министерство обороны, если убрать, сделать поправку на инфляцию, получило примерно на 85 миллиардов рублей больше, чем год назад. Но 85 миллиардов рублей по довоенному курсу, это примерно 1 миллиард 150 миллионов долларов. Ну то есть вот мы можем, может быть, опять, это ничего не значит, потому что может быть просто у Министерства обороны были какие-то большие авансовые платежи за технику, которую она будет получать, за вооружение, которое она будет получать в будущем. Да, ну вот поэтому мы можем пока говорить только так, но я думаю, что нужно, как сказать, подождать, посмотреть, и скоро такие оценки появятся. Сергей Владимирович, вот российские политики, некоторые экономисты и пропагандисты кричат о том, что от санкций, введенных Западом, страдают сами эти страны. Насколько это является правдой? Ну, это правда, потому что этого, собственно говоря, никто не скрывает, потому что санкции – это есть ограничение на ведение бизнеса. Бизнес – это, как говорил монтер Мечников из «12 стульев», в согласии есть продукт непротивления двух сторон, а бизнес – это взаимодействие двух сторон, в которой каждый зарабатывает что-то. Я, ну, наверное, такого бизнеса, где один зарабатывает, а другой теряет, ну, бывает, конечно, такое, но это, в принципе, исключение. Поэтому, если, там, не знаю, американская компания продает в Россию, не знаю, какие-нибудь реагенты, химические вещества на 100 миллионов долларов, то она теряет в выручке 100 миллионов долларов, она ее не получает. Да, ну и, соответственно, там, прибыли меньше, котировки акций меньше, да, может быть, там, американский бюджет получает меньше налогов. Ну, вот, нужно хорошо понимать, что, если российская экономика не получила вот этих, там, химических реагентов на 100 миллионов долларов, то, там, продукция, которая должна быть произведена с ее использованием, она может составлять, там, не знаю, там, 2 миллиарда долларов, да, и российская экономика не произведет товаров на 2 миллиарда долларов. И, соответственно, то же самое, там нет зарплат, нет налогов, нет прибыли, нет, там, котировки акций, ну, это уже сейчас, наверное, совсем не актуально. Но дальше нужно понимать, что, там, американская экономика, это 20 с лишним триллионов долларов, а российская экономика, ну, по довоенному курсу, это триллион шестьсот. Ну, то есть, на самом деле, там, в 17 раз меньше. И, то есть, вот, там, 100 миллионов долларов для американской экономики, ну, и 100 миллионов долларов для российской экономики, это две большие разницы. Да, поэтому, но, в принципе, санкции, действительно, они, любые экономические санкции, они бьют и по той, и по другой стороне. Но то же самое, запрет на заход судов под российским флагом в американские порты. Они же там получали топливо, они там получали продовольствие, их там обслуживали, то есть порт на этом деле зарабатывал. Порт же не просто так их приглашал в гости просто пиво попить. Они на этом зарабатывали, значит не будут зарабатывать. Поэтому да, санкции действительно такие, но все-таки поскольку основные санкции направлены на ограничение экспорта товаров из западных стран в Россию, то в принципе пока, конечно, российская экономика страдает гораздо сильнее, чем экономика тех стран, которые вводили санкции. Известно, что российская экономика стоит на трех китах. Уголь, газ и нефть. Министр иностранных дел Германии сказал, что до конца года Германия будет отказываться от российской нефти. По газу здесь немножко как бы разброс, хотя Венкрия, как известно, и Германия, им трудно отказаться. Они пока не собираются. В принципе, все другие готовы. От угля уже они подписали, что они будут отказываться от угля. Вопрос, насколько в этом смысле теряет Россия. И такой подтекст в вопросе. Украина, то есть Россия воюет за Донбасс. Донбасс это уголь. У России самой есть свой кузбасс, тоже уголь. Насколько экономически это вообще выгоден, вот этот Донбасс России? Ну, давайте сначала, если я что-то забуду, вы мне напомните, ладно? Да, конечно. Значит, первое, про ноги, на которых стоит российская экономика. Ну, есть одна большая нога, это нефть и нефтепродукты. И они составляют, ну, при разных ценах, где-то от 40 до 50% от стоимости всего российского товарного экспорта. То есть, это вот так половина сразу, да, так очень грубо. И это такая здоровая толстая нога. Есть нога потоньше под названием газ. И при разных ценах это от 13 до 18% стоимости российского экспорта. Уголь на этом фоне, ну, вообще где-то там, не знаю, 3-4%, 5%. То есть, явно на ногу не тянет. Я бы сказал так, что металлы, там черные, цветные, драгоценные, это гораздо большая нога, чем уголь. Поэтому, да, про бойкот российских металлов после 2018 года, когда Америка пыталась вести санкции против Русала, уже сейчас никто не вспоминает. Все понимают, что это может плохо закончиться. Вот, поэтому пока российское... Опять, Министерство энергетики российское, оно перестало публиковать данные о добыче нефти, о переработке нефти, об экспорте нефти. Поэтому есть какие-то такие отрывочные данные, мы знаем, что, например, отгрузка нефти из российских портов в марте снизилась на 10%. Что переработка нефти в первые две недели апреля сократилась на 9%. Но это вот такие отрывочные куски, мы можем только догадываться, что реально происходит и насколько это болезненно для российской экономики. Но я бы сказал так, да, что в целом санкции, там, предположим, полный запрет на покупку российской сырой нефти, он для российской экономики, ну, на самом деле, не так страшен, как о нем многие пытаются говорить. Потому что вот в Европу по трубе через нефтепровод «Дружба» идет там 40-45 миллионов слов нефти, это там 17-18% всего экспорта нефти. Остальное идет либо по морю, либо по трубе в Китай. И понятно, что все, что идет по морю, может уплыть в Китай, а не в Индию. Не обязательно плыть в Европу. Поэтому вот удар по экспорту российской нефти будет не очень сильный. Если перекрыть газовую трубу, то это будет, не знаю, там, 70% российского экспорта газа идет по трубе, да, и в Европу. Поэтому это будет, конечно, гораздо более серьезный удар. Ну, в общем, и для «Газпрома» самое главное, да, что «Газпром» придется резко снижать добычу. У «Газпрома» появятся неработающие газопроводы, которые обошлись там в десятки миллиардов долларов. Ну, в общем, короче говоря, это будет сильный удар. Но сказать, что это вот так разрушит российскую экономику, ну, опять, нет таких санкций, которые российскую экономику разрушат. Вот, теперь про Донбасс. Действительно, Донбасс – это регион, который там уголь и металл. Но, вообще-то говоря, я сильно сомневаюсь, что Владимир Путин, принимая решение о начале войны, исходил из соображения, что нам нужен донецкий уголь или там металл, который производят в Донбассе. Ну, потому что, в принципе, в России есть своя металлургическая промышленность, черные металлы, производят больше, чем достаточно, и на экспорт хорошо продавалось, а сейчас попали под санкции, так вообще металл, там, хоть залейся. И там вчера на совещании говорит, вот, нам нужно срочно придумывать новые металлоемкие проекты. То есть, вот, задача правительства – придумывать такие проекты, куда как можно больше стали, можно впендюрить. Вот, ну, сейчас начнутся фантазии, прям, как импортозамещение, такая же Панама будет, да? Вот, поэтому я думаю, что России, конечно, там этот уголь нафиг не нужен, потому что своего уголя хватает, уголь дорогой, там, технологии отсталые, даст по сравнению с российскими. Отрасль не реформированная, в отличие от российской угольной отрасли. Но, в общем, Путин, мне кажется, что об этом делать точно совершенно не думал, и это не являлось критерием при принятии решения. А, возвращаясь к газу, Владимир Путин потребовал за газ платить европейцев рублями. А как это сказывается, что имеется в виду, в чем выгода, скажем, российского бюджета, при том, что Европа уже отказалась большинство платить в рублях? Я бы сказал так, что есть два слоя этой проблемы. Первая выгода политическая, вторая выгода экономическая. Экономическая выгода состоит в том, что таким образом Россия, ну, вернее говоря, Газпром, страхуется от любых западных санкций, которые могут быть наложены на него или на банки, которые обслуживают, точнее говоря, на Газпромбанк, который получает платежи за газ. Потому что, если этот указ прочитать, и те, на самом деле, предложения по изменению контрактов, которые предложил Газпром, то окончательно, ну, собственно говоря, стороны считают, как выполнили свои обязательства в тот момент, когда потребитель газа заплатил со своего счета в рублях. То есть, сегодня сделка считается закрытой, там, раз в месяц они подводят итоги, когда потребитель заплатил на счет Газпромбанка, там, в евро или в доллар, в зависимости от того, что написано в контракте. Но поступили там деньги в евро или в долларах, как понял Путин, мог быть заморожены. Да, и то есть, фактически, там, европейская компания будет говорить, что мы выполнили свои обязательства, вот мы на ваш счет перевели деньги, а то, что вы ими не можете воспользоваться, это уже ваша проблема. И, соответственно, Путин хочет, чтобы Газпром изменил условия контрактов, не очень понятно, как это можно сделать в одностороннем порядке, но это уже не очень важно. Вот, и тогда, вот если эта схема будет реализована, то тогда, в общем, сделка будет завершаться, ну, контрактные обязательства будут завершаться тогда, когда европейская компания в рублях, со своего счета в рублях заплатит Газпрому в рублях. Да, и вот тогда ее обязательства будут выполнены. То есть, таким образом, это вот, как бы, страховой инструмент. Политическая выгода состоит в том, что Путин говорит, что мне ваши санкции не страшны, и вот смотрите, как я изящно от них ухожу. Сергей Владимирович, если спрогнозировать вот эти санкции, благодаря этим санкциям, насколько лет российская экономика может быть отброшена назад? Можно какой-то сделать прогноз? Или все-таки она более... Может быть, сравнение с какими-то периодами жизни в мире, например? Насколько она устойчива на будущее? На что она будет похожа? Смотрите, вот если честно, то я не могу, ну, я, как сказать, не помню ни одного случая, когда какая-либо страна на моей памяти, ну, а я так примерно с начала 70-х годов как-то ситуацию помню, вы знаете, так осознанно ломала свою экономику, пытаясь двигаться назад. Да, то есть, вот, ну, наверное, каким-то примером может служить Куба, да, там, кубинская экономика образца, там, до Кастро и после Кастро. Да, вот, но вот это нужно искать людей, которые, что называется, помнят, какой кубинская экономика была до Кастро. Да, так, к сожалению, их осталось уже не очень много. Вот, дальше нужно сделать поправку на технологический уровень. То есть, все-таки жизнь течет, жизнь изменяется, да, и даже, там, сегодняшняя жизнь Кубы, она, ну, в ней есть вещи, которых, там, до Кастро не было, несмотря, что жизнь, там, в принципе, ухудшилась, да. Ну, какая-нибудь мобильная связь, да, какой-нибудь интернет, да, то есть, там, то, чего раньше, там, кондиционеры в гостиницах, там, в западном европейских гостиницах, да, которые европейские компании владеют. То есть, понятно, что по каким-то параметрам жизнь явно стала не лучше, а хуже. Ну, не хуже, а лучше, да. Вот, ну, то же самое, если, там, вот, Россия сейчас будет откатываться назад, но это не означает, что, там, мобильная связь в России исчезнет. Ну, да, не, может быть, не будет, там, айфонов, да, может быть, не будет даже Самсунгов, может быть, там, даже Гугла с Андроидом не будет, но будут какие-нибудь китайские телефоны, смартфоны, да, то есть, ну, то есть, мобильная связь, она останется. Поэтому, вот, прям, просто сказать, знаете, я сейчас вам скажу, там, российская экономика уйдет в 85-й год, но 85-й год, но при этом будут мобильные телефоны, при этом будут лэптопы, при этом будут персональные компьютеры, то есть, то, чего тогда не было. Поэтому всегда нужно понимать, что это достаточно условное сравнение. Вот. Но если давать качественную оценку, то вот то, что сейчас происходит, это с двух сторон, с одной стороны Россия, а с другой стороны Запад обрывают все связи технологические, там, идеологические, человеческие, которые были между российской экономикой и мировой экономикой. То есть, нет в мире ни одной экономики, там, даже включая, там, какую-нибудь Северную Корею, которая там все производит сама и которая вообще ни в чем не нуждается, вот. Но Россия является таким традиционным импортером высокотехнологичной продукции из стран Запада. И там есть оценка, там, российского министерства экономики, что объем импорта вот такой технологической продукции со стран Запада составляет от 130 до 150 миллиардов долларов в год. Ну, это там вот, опять напомню, что в ВВП России там, 21 года был 1 триллион 600 миллиардов долларов. Да, ну, то есть, вот там очень грубо, 10% российского ВВП, что в масштабах, надо же понимать, что это очень много, уже очень много, это технологические товары. Вот, всего этого не делал не будет. Вот, не будет там пугай за швейной промышленности, не будет еще чего-то. И, по большому счету, вот качественно, опять, я не знаю, до какой точки мы дойдем, да, может, там, не знаю, может, мы завтра проснемся и узнаем, что Путин охватил апоплектический удар, да, и у нас там уже новый президент, и война с Украиной закончена, и российская армия выведена из Украины. Мы же не знаем всего этого дела. Но вот если предположить, что вот этот процесс не остановится, что он будет продолжаться, то, в принципе, в какой-то момент, вот, российская экономика, она будет, ну, не знаю, там, образца, ну, так, очень грубо, качественно, где-нибудь, там, не знаю, 85-го года, да, когда, ну, только роль социалистического лагеря, вот эти страны Восточной Европы будут выполнять Китай, да, ну, вот, то есть то, что можно из Китая купить, все будет производиться, импортироваться, а все, что там, не знаю, из стран Запада, этого не будет, да, и при этом экономика, я не знаю, там упадет процентов на 20, например, уровень жизни упадет процентов на 20, ну, и, в общем, и, а постольку-постольку Китай не очень поставляет, ну, в принципе, технологии немного производит, да, он, в основном, готовые товары будут поставлять в Россию, то это означает, что вот такая технологическая база, там, российская промышленность, она будет деградировать, там, с каждым годом все дальше и дальше. Ну, так, очень грубо, знаете, как, между 85-м и 95-м годом, вот где-то вот в этом состоянии будет находиться российская, то есть, как, так, в эту сторону будет двигаться российская экономика. Сергей Владимирович, санкции ударили по российским олигархам, арестовываются их счета, яхты и так далее, и так далее, и так далее. Является ли это каким-то фактором для Владимира Путина, что его окружение, олигархическое вот это окружение, оно практически осталось без ничего? Вот как вы думаете, боится ли он того, что эти люди могут при каких-то определенных условиях его убрать? Ну, Путин всего боится, он боится, что его вообще, в принципе, могут убрать, поэтому он сидит в бункере. Да, то его американцы могут убрать, то его коронавирус может убрать, то его еще кто-нибудь может убрать. Ну, он сейчас живет в постоянном страхе, это же видно хорошо. Но я не думаю, что он боится олигархов, потому что есть такая известная фраза, которую произнес Павел Первый, император Павел Первый, что в России дворянин тот, с кем я говорю, и пока я с ним говорю. Вот то же самое можно сказать про российских олигархов. Вот они олигархи ровно до тех пор, пока Путин разрешает им пользоваться этой собственностью. Он в любой момент может у любого из них ее отобрать. И они это очень хорошо знают, и он это очень хорошо знает. Поэтому о какой-то там нелояльности можно просто забыть, да, и точно совершенно его не волнует то, что они там что-то потеряли. Вспомните, он же последние лет пять, может быть, больше говорит, ну-ка быстро все деньги вернитесь на родину. Да, он им давно говорит, что возвращайте все в Россию. Я же вас предупреждал. Да, ну, собственно говоря, поэтому сказать, что он их там жалеет каким-то образом, что им их жалко, что они там лишились своих яхт, дворцов, самолетов, да наплевать ему на них, по большому счету. Вот, поэтому мне кажется, что точно совершенно это не те люди, которые могут войти к нему в Кремль или в бункер, да, и там предложить ему совершить хракири. Кстати, Павел Первый плохо закончил по истории. Ну, и бывает такое, да. Сергей Владимирович, а вам, задаю ироничный вопрос, а вам не жалко господ Фридмана, вы не беспокойтесь за Авина, за, ну, Абрамовича? Все-таки они остались без средств, а они миллиардеры, а тут у них все заморожено. Наверное, вы некоторых даже лично знаете все-таки из прошлых 90-х. Но, понимаете, это же вопрос персональности. Вопрос ироничный, вы понимаете, что я это понимаю. Нет, 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 он, знаете как, вопрос ироничный, ответ будет серьезный. Это вопрос личной и коллективной ответственности. Вот Фридман, Абрамович, Авин и дальше по списку, они все с радостью приняли путинскую формулу колбаса в обмен на свободу. Только колбаса у них была такая, вот, очень жирная и очень вкусная, и очень большая, можно даже сказать золотая. И они с радостью, мало того, что они сами отказались от своих политических свобод, но, в общем, они делали все, чтобы в России политических свобод не было, ну, и там, они, знаете, как они были, может быть, даже хорошими бизнесменами, то есть я вообще считаю, что вот из всех олигархов российских, да, там, Михаил Фридман, ну, самый такой талантливый, самый успешный. Ну, потому что он несколько крупных бизнесов создал и действительно, вот как бизнесмен он проявил себя достаточно, ну, таким хорошим бизнесменом, но он был плохим гражданином, да, и вот сегодня он должен расплачиваться за свою такую позицию, он и его коллеги, да, ребят, вы хорошо зарабатывали, вы пользовались путинской любовью, лаской, вы давали ему деньги через Вилан Чилиста Ралдугина, через стройку диалог, вы все делали для него, выполняли все его условия, все желания, да, он вам давал зарабатывать. Но сейчас, вот, как за это поведение, да, за то поведение, за то жизненную гражданскую позицию, которую вы занимали, вам приходится платить, там, падением, качество жизни, падение в уровне своей жизни. Сергей Владимирович, можно ли сказать, что Михаил Мишустин справляется со своей работой? Пример министра. Да, конечно, Михаил Мишустин справляется со своей работой, потому что никаких претензий, ну, у него есть один единственный работодатель, которого зовут Владимир Владимирович Путин. И если Мишустин все еще остается на своем месте, значит, Путин и к нему претензий нет. Потому что если Путину не нравилось, как Мишустин работает, Мишустин бы давно уже перестал существовать как политическая фигура. Как вы видите уровень жизни города Москва через год по сравнению с сегодняшним днем? Может быть, Санкт-Петербург? Послушайте, это невозможно сказать, да, что значит, как. То, что он будет ниже, чем там полгода назад, да. Насколько? Ну, знаете как, я привык мерить все большими цифрами, и там, если российская экономика падает на 10%, ну, то очень грубо доходы населения падают на 10% тоже. Да, ну, так вот, если, так вот, там, ну, кстати, может быть по-другому, там, в кризис 14-15 года российская экономика упала на 3%, а доходы населения упали на 10%, ну, то есть, вот, может быть, и вообще, говоря, и на другое соотношение. Но если доходы всего российского населения падают на 10%, ну, вполне возможно, что доходы москвичей в большей степени, Санкт-Петербурга в меньшей степени, ну, хорошо, они могут упасть не на 10%, а на 7% или на 8%, но то, что они упадут, это точно. Ну, а дальше, опять мы возвращаемся к формуле, да, там, у кого-то исчезнет, не знаю, там, бутылка молока, да, которая там была каждую неделю, и будет раз в две недели, ну, а у кого-то просто стоимость ежедневных расходов на, там, питание, на бензин вырастет. Но только и всего он даже, собственно говоря, статистически это означает, что уровень жизни упадет, но, в принципе, человек это может и не почувствовать. Ну, смотрите, но зато тот, у кого там стоимость продуктовой корзины вырастет, он этого не заметит, но он будет лишен возможности летать за границу, да, он не сможет там съездить в Европу на шоппинг или посмотреть культурные достопримечательности, там, развалины Древнего Рима или Древней Греции. Поэтому у каждого свои будут проблемы, и точно можно говорить, что уровень жизни упадет. Последний вопрос, Сергей Владимирович, буквально минута осталась. Есть ли предпосылки к тому, что Россия как страна может закрыться? То есть, никого выпускать не будут? Ну, слушайте, она же сегодня практически закрыта. Да, ведь на самом деле, ну, вот выезд там Турция, Израиль, Арабские Эмираты, вот и все. Да, и больше ничего нельзя. Ну, там Китай еще, потому что сам закрыт, да, не потому что не принимает российские самолеты, а потому что Китай никого не пускает на прилет никого. Будет ли политическое решение закрыть Россию? Я не думаю, что Путину это нужно, Путину наоборот хочется, чтобы все недовольные уехали, чтобы в стране осталось только лояльное послушное население. Поэтому я не вижу особого такого рационального смысла. По крайней мере, когда была эта волна эмиграции, связанная с началом войны, ну, я ни разу не слышал, что было какое-то противодействие этому. Типа, хотите уезжать из России, пожалуйста, уезжайте. Сергей Владимирович, огромное спасибо вам за нашу беседу, было очень интересно. Мы надеемся еще раз побеседовать, может быть, не раз, потому что интересно все меняется, интересно беседовать с интересным человеком. Спасибо всего самого наилучшего и до следующего раза. Берегите себя. Сергей Владимирович, спасибо большое. До свидания, хорошего вечера. Всего хорошего. Спасибо.